Слово двадцать седьмое Меня восхищают поэзия Гомера, трагедии Софокла, умения иных перевоплощаться в чужие образы. Также я восхищаюсь живописью Зевсиса. Аристодем назвал еще несколько известных имен. Кто, по-твоему, достоин большего восхищения? Тот, кто создаст безжизненное изображение человека или Всевышний, сотворивший человека с его разумом и живой душой? Достоин последний? Но только в том случае, если его творения созданы силой разума, а не волей случая. В мире много полезных вещей. Польза одних очевидна, а назначение других нельзя судить по внешнему виду. Как ты думаешь, какие из них сотворены силой разума, какие случайны? Разумеется, вещи, польза которых очевидна. Творение разума. Хорошо. Всевышний, сознавая человека, наделил его памятью, органами чувств, зная об их необходимости человеку. Он дал глаза, чтобы видеть. Без них мы не могли бы наслаждаться красотами мира. Чтобы можно было открывать и закрывать глаза, даны веки, чтобы уберечь их от ветра и ссора. Даны ресницы, чтобы отвести от глаз пот, стекающие со лба. Даны брови. Не будь у нас ушей, мы не могли бы слышать ни грохота, ни нежных звуков, не смогли бы наслаждаться и пением, и музыкой. Не имея мы носа, не могли бы различить запахов. Нас не тянуло бы к ароматам, не отвращало бы от зловоний. Не имея языка и неба, не отличали бы сладкое от горького, мягкое от жесткого. Разве все это не на пользу сотворено? Наши глаза и нос расположены близко ко рту, чтобы мы могли видеть и обонять запах того, что едим. Другие необходимые нам, но вызывающие брезгливость, отверстия находятся далеко от благородных органов, расположенных на голове. Разве это не свидетельствует о том, что Бог создавал нас обдуманно? Подумав, Алисадем признал, что Создатель поистине всесилен и создавал свои творения с огромной любовью. Тогда скажи мне, все живое, что создано, питает нежную любовь к своему детенышу. Все живое ненавидит смерть, старается прожить как можно дольше, заботится о продлении рода. Все создано для жизни и продолжения ее. Разве не из любви Бог создал их любящими, создающими жизнь? Эй, Алисадем, продолжал Сократ, как ты можешь думать, что кроме тебя, человека, никто не обладает разумом? Разве не напоминает человеческое тело крупицу земли, по которой он ходит? Разве влага твоего тела не капля всей земной влаги? Откуда у тебя разум? Откуда бы он ни был, только благодаря душе, данной тебе, ты стал вместилищем столь высокого разума. Ты только видишь совершенство, цельность и гармонию закона, по которому создана природа. Видишь, поражаешься, но не охватить тебе сознанием того, что видишь. Как ты думаешь, после этого природа бесценное порождение случая или создание Творца, обладателя неизмеримого разума? Если не волей разума, но силой нерушимой закономерности, соизмерившей благоразумие и назначение всего созданного, объясняется тайна, которая не подвластна человеческому сознанию. Верда, все, что ты говорил, ответил ученик. Ясно, что Создатель обладает поистине великим разумом. Я не оспариваю его всемогущество, но не перестаю удивляться тому, что Всесильный Сознатель нуждается в моих молитвах. Аристодем, ты ошибаешься. Если существует кто-то, кто печется о твоем благополучии, ты в долгу перед ним. Неужели ты нуждаешься в объяснении такой простой истины? Откуда мне знать, заботится он обо мне или нет? Тогда посмотри на всех животных и посмотри на себя. Разве мы одинаково воспринимаем действительность? Человек способен думать о своем прошлом, настоящем и будущем. Животные же смутно помнят свое прошлое и настоящее, а о будущем и не помышляют. Сравни внешний облик человека и животного. Человек стоит прямо на двух ногах, чтобы зрить окружающее. Он способен подчинить своей воле любой животной. Животные же надеются только на свои ноги, на свои крылья, не умеют подчинить себе своих собратьев. Создай Бог человека таким же беспомощным, как и животные, тот бы ни на что не годился. Человек сотворен владыкой всего живого на земле. Будь у животных человеческий разум, вряд ли их внешний облик соответствовал бы способности трудиться, учить других к расторечию и добродетели. «Подумай, разве бык способен построить город, изготовить инструменты, оказаться искусным мастером? То, что Бог наделил человека высоким разумом и поместил этот разум в столь совершенный, гармонически сочетающий в себе духовную мощь и нравственную красоту тела – доказательство того, что Бог создал человека, заботясь о нем. Разве после этого человечество не обязано поклоняться Богу?» Так закончил учитель беседу.